Саламас Тармакрум Метте от Андастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Я сегодня хотел бы посвятить эфир предстоящему митингу 22 февраля этого года. Но прежде чем говорить о митинге, я хотел бы напомнить вам, что год назад, 4 февраля, в Астане произошла ужасающая трагедия. В пожаре сгорели пятеро девочек у семьи Сизер, родители, которые отсутствовали дома. Мать была на работе, отец тоже. И, собственно, после того, как эта трагедия прозвучала по всей стране, начали публично озвучиваться различные факты, которые происходили ранее и позже, и до сих пор продолжает происходить по причине того, что родители вынуждены оставлять детей дома. Малолетние дети остаются дома одни. И очень часто происходят трагедии в нашей стране. И давайте мы проанализируем, что же все-таки за год произошло, как среагировало правительство. Как известно, во всех странах мира, когда люди протестуют, массово выходят на улицы, критикуют правительство, как правило, правительство реагирует, потому что если не будет реагировать, то на выборах, которые обычно происходят во всех более-менее цивилизованных странах раз в 4 года, депутаты, собственно, сам парламент, правительство, которое не реагирует на критику и запросы общества, их народ не поддерживает, они в реальности уходят в отставку. Давайте мы поймем, как же все-таки среагировало наше правительство. Как реагировал президент, в то время был президент Нурсултан Назарбаев, позже стал через полгода президентом Такаев, но вся власть, тем не менее, осталась в руках у Назарбаева. Поэтому мы будем говорить о том, что власть не изменилась, она та же самая. Давайте поймем, как среагировала эта власть на те события, которые произошли год назад. Итак, когда в феврале начались массовые протесты матерей, которые имели аналогичные проблемы, как и у семьи Ситр, они произошли практически во всех более-менее крупных городах. И женщины были в отчаянии. Почему именно женщины в отчаянии? Потому что они отвечают за воспитание детей, когда их мужья на работе. Женщин, вы знаете, в парламенте, в правительстве тоже мало, потому что эта система так построена, когда власть фактически находится в одних руках. Активная часть общества, наиболее передовая, наиболее поддерживаемая со стороны общества, они, по сути, отфильтровываются таким образом, чтобы не попали ни в правительство, ни в парламент, ни в вас лихаты, ни стали акимами. То есть фактически эта власть построила так, что встраивает только тех людей, которые именно послушные, именно подчиняются власти, закрывает глаза на те проблемы, которые существуют в обществе. Но, как известно, женщины, они наиболее ранимые, потому что они находятся в настрее этих проблем, они сидят с детьми, они не могут найти работу. Именно они ухаживают за детьми. И, собственно, именно поэтому получилось, что эта реакция была очень активной, именно в первую очередь со стороны женщин. В итоге, когда с февраля прошлого года начались массовые акции протеста матерей, затем начались различные митинги, которые организовал ДВК, в феврале и в прошлом году, в марте, всех последующих месяцах, все наиболее массовые митинги были организованы именно нашим политическим движением демократических выборов Казахстана. Что в итоге? Назарбаев заявил о том, что надо немедленно организовать некую адресную социальную помощь. Ну и, собственно, выяснил, что тогда в этой помощи нуждаются минимум 2 миллиона человек. А в реальности, когда мы сделали подсчеты, посмотрели уровень реальной заработной платы людей 60, 70, 80, 90 тысяч тенге, выяснил, что реально эту помощь необходимо выплачивать всем гражданам страны. Конечно, здесь наше правительство ужаснулось, хотя эта картина была для них очевидная, но они родили эту программу как реакцию на протест матерей, на протест в обществе. И вот, собственно, родилась программа АСП, так называемая, адресной социальной помощи. Обратите внимание, уважаемые друзья, я знаю, что многие находятся заблуждающиеся, и в том числе и представитель власти усиливает эту позицию, когда говорят, нам нужно спокойствие, шукуртаува, идиотрынгдар, шуламангдар древшагады. Это все для чего говорить, для того, чтобы общество и дальше не требовало, не боролось за свои права. Вот недавно я слышал, Аким Актюбинская область тоже выступал, говорил, не надо митинги, не надо митинги, мы вот сейчас будем решать. Видите, как они митинговы боятся? Во всех странах мира, даже ведущих демократических странах, общество борется за свои права путем завастовок, митингов, акций, различных пикетов. И это нормально. Я еще раз хочу обратить ваше внимание. В демократических странах это широко действует, работает. Казалось бы, у них независимая судебная система. Есть независимые профсоюзы, которые борются за права работников. Реально партии выходят и действуют, борются на выборах, отражают интересы населения. И при этом все, во всех странах разрешены митинги. Это является частью политической жизни страны. Это является одним из основополагающих прав человека выходить на митинги, акции, протесты и все прочее. То есть это как такой живой нерв, который мгновенно реагирует, если правительство действует неправильно. А наше правительство и, собственно, сама власть настаивает, что нет, вы на митинги не выходите. Вот мы вам там в уголку, где-то за городом или где-то в захолостном тихом месте дадим местечко, может быть. Но, как правило, не дают. Я вот живу в Париже, я вам скажу так, да? Больше месяца фактически Париж был парализован. Потому что правительство Макроуна объявили о пенсионной реформе, которую общество не устроило. Я глубоко не вникал в суть этой реформы, но я могу одно сказать, что если бы эта реформа, наверное, была привлекательной людей, то люди бы не выступали. И тут метро прекратило работать. Общественный транспорт резко ограничил свои движения поезда, самолеты. То есть, фактически, была мощнейшая атака на правительство Макрона. И вот, пожалуйста, президент Франции отменил, приостановил все эти рассмотрения в парламенте, создают разные группы, они ведут переговоры с профсоюзами. Или, посмотрите, при том всем, что существуют разные общественные организации, партии и все прочее, появляются некие желтые жилеты, которые не представляют из себя никакие-то политические партии, движения. Это само гражданское общество реагирует. Они одели желтые жилеты и начали протестовать, организовывать. Сотни тысяч по всей стране. Это демократической Франции. И они добились успеха, добились, что та реформа, которая предполагалась, будет проведена правительством Макрона, она приостановлена, идет большая работа. То есть, здесь вкупе действуют профсоюзы, забастовки, митинги, различные организации, собственные инициативы самих граждан. Это в демократическом обществе. И почему мы все это не должны видеть у себя в той самой стране, которая якобы демократическая, под руководством Дурсултана Назарбаева. И вот на примере трагедии семьи Ситр я вам хочу просто показать, обратить ваше внимание, что только после того, как начались протесты матерей, правительство начало заявлять о том, что запускает программу адресной социальной помощи. Только после этого, только после этих протестов, сейчас хоть какие-то суммы, пусть не очень большие, но они начали выплачиваться. Это только потому, что люди выходили на массовые акции протеста. Теперь я хотел бы откомментировать собственно эту программу АСП. Обратите внимание, что недавно вице-премьер Сапарбай выступил, сказал следующее, что 70 тысяч семей скрывали свои доходы. Ну извините, ну какой смысл семьям скрывать свои доходы, чтобы получить такие мизерные средства? Это люди, которые реально находятся в отчаянном положении. И в таком состоянии у нас находятся половины страны, как минимум, в реальности. Мы уже расчеты делали. Не менее 8 миллионов человек должны получить адресную социальную помощь, если идти по критериям нашего правительства. Итак, что собственно получилось? Начали выплачивать АСП, затем, через какое-то время, буквально через несколько месяцев, когда семьи эти деньги получили, их начали обратно отбирать. И вот сейчас заявляется, что 70 тысяч семей как минимум должны вернуть те суммы, которые они уже получили. Я хочу вам объяснить, на самом деле, как работает это в мире. В мире, если у тебя родился ребенок, ты получаешь единовременную социальную помощь, и до 18 лет включительно правительство выплачивает разные пособия. Там минимум 100-120 евро, или по текущему курсу, представьте, где-то приблизительно 450 тысяч тенге. Вот представьте себе, у тебя ребенок родился, и тебе каждый месяц выплачивает 450 тысяч тенге за то, что он в принципе родился, не говоря единовременной социальной помощи. И до 18 лет включительно. У нас только по год включительно, и если у тебя многодетная семья, то какая-то опять ничтожная выплата идет. Я хотел бы вам напомнить, что у нас есть программа ДВК для матерей. Мы сделали аналогичную программу, взяв аналог Балтийских стран, это Латвия, Литва, Эстония, когда любая семья за каждого ребенка получает единовременную выплату на данный момент, если перевести сумму евро, как мы объявили, 50 евро первый год реформ ДВК, это порядка 50 евро или 21 тысяч тенге, и где-то чуть более 40 тысяч тенге в течение 4 лет. Это постоянная выплата за каждого ребенка, независимо от того, какие у вас доходы, богатый вы человек или бедный, так устроено во всем мире. Мы такие выплаты упростили, чтобы как можно меньше чиновников запускали руки в этот процесс, потому что когда чиновников становится много, когда они начинают вас проверять, когда вам нужно доказывать, вы опять превращаетесь в зависимых людей, в рабов, они вас пугают этой помощью, что если вы не так себя будете вести, если вы будете кричать, протестовать, выйдете на митинги, мы вас лишим этой адресной социальной помощи. В мире это очень просто, это обязательство государства выплачивать такую помощь. Итак, что сделало правительство? Фактически выстроили такой механизм, когда везде чиновники, бюрократы начинают проверять, проверять твои доходы, заглядывать к тебе в спальню, смотреть тебе, что ты посадил у себя в огороде, сколько у тебя кур, там овец и все прочее, вы представляете? Вот нужно помощь получать условно говорят полтора два миллиона человек, а в реальности их больше, сколько должно быть проверяющих и десятки тысяч проверяющих чиновников, их нужно взять на работу в Акиматой, они должны быть обеспечены машинами, компьютерами, рабочими местами, представляете? Несколько десятков тысяч чиновников, они по всей стране должны ездить, проверять и фактически им же государство должно платить заработную плату, покупать компьютеры, обеспечить рабочие места, покупать бензин, чтобы они вас проверяли. Получается, на ту сумму, которая была предназначена для выплаты адреса социальной помощи, сверху накладывается еще бюрократическая сумма на то, чтобы проконтролировать, а кому же выдали. Понимаете, да, это просто абсолютный маразм. И в мире все устроено просто. у тебя есть ребенок, один, два, неважно, ты за каждого ребенка получаешь адресную социальную помощь. И сумма его значительная, во много раз больше, чем у нас в Казахстане, во-первых, во-вторых, до 18 лет. Мы в нашей программе объявили, что адресная социальная помощь должна быть до 7 лет включительно. Я исходил тогда из той экономической ситуации, из тех возможностей, которые есть у нашего государства. И конечно же, когда будет смена этого политического строя, экономика наша безусловно будет резко подниматься вверх, и мы уже будем говорить о адресной социальной помощи не до 7 лет включительно, а больше. До 10 лет, до 15 лет, до 18 лет и так далее. Раз. Во-вторых, размер его безусловно будет расти. Никакие чиновники над всем этим не нужны. Родился ребенок, ничего тебе не нужно доказывать. Свидетство рождения, никаких расчетов кур, там все прочее. Это абсолютно не имеет никакого отношения к доходам семьи. Вот так устроено в мире и мы объявили об этом программе демократической выборы Казахстана. Поэтому, уважаемые друзья, вы должны понимать, ваша жизнь, качество ее жизни в первую очередь зависит от вашей активности. Если вы будете пассивными, если вы будете бояться, вы будете нищими и несчастными. У вас не будет ни медицины нормальной, ни образования, ни жилья, ни дорог, ни нормального воздуха, вообще ничего. В Европе, в Америке совершенно другая ситуация, в первую очередь связана с тем, что высочайшая политическая активность людей, свобода политических партий, свобода общественной жизни, но никто просто так эту свободу им не давал, гражданам этих стран, они его завоевали, эту свободу и более того, постоянно контролируют власть, постоянно выходят на митинги, если они считают что-то неправильно и отпоевывают шаг за шагом свои права. Это происходит в демократических странах, там где правительство настроено на нужды народа и тем более мы должны выходить на митинги в нашей стране, если мы хотим добиться какого-то результата. Я еще раз хочу озвучить так называемый материнский пакет. У нас в стране всего лишь чуть более 18 миллионов человек, в соседнем Узбекистане уже 33 миллиона, хотя в начале 90-х эти страны, как Казахстан и Узбекистан были практически сопоставимы по численности населения, но представьте себе, что теперь в Узбекистане 33 миллиона, а у нас в Казахстане всего лишь 18 миллионов. Для того, чтобы мы сохранились как государство и реально были эффективными, у нас территория большая, вообще на этой территории должно жить не менее 50 миллионов человек, чтобы нормально управлять этой землей, быть сильным государством, иметь свое серьезное, достойное место в мировом сообществе. И поэтому очевидно, что население у нас маленькое, территория огромная, население маленькое. Но представьте себе, что мы по продаже нефти входим в десятки крупнейших экспортеров мира, десятку, но при этом в России живет около 150 миллионов человек, в Иране тоже один из крупнейших экспортеров нефти, 85 миллионов человек. Представляете, какие богатства в нашей стране. И когда мы озвучиваем о этих программах, я уже многократно выступал и доказывал, показывал, что у нашего государства денег много и возможности для поддержания жизнеобеспечения нашего населения более высокого, значительного, в несколько раз уровня заработных плат, выплаты, пособий у нашего государства возможностей много. Итак, в этой связи мы озвучиваем программу так называем материнский капитал. Что такое материнский капитал? Мы говорим о том, что семья, которая рождает ребенка и делает свой вклад в развитие государства, она должна быть уверена, что у государства есть возможности с точки зрения обеспечения рабочих мест, это раз, во-вторых, что их ребенок получит достойное образование, медицинские услуги и затем найдет свое достойное место в нашем государстве. И вот собственно мы озвучиваем программу материнский капитал, сейчас я не буду доказывать снова, где взять деньги, их достаточно, вы прекрасно это знаете. Что это значит? Это значит, когда рождается ребенок, вы получаете постоянные ежемесячные пособия, за каждого ребенка минимум 21 тысяч тенге сейчас и в течение нескольких лет пошагово мы доведем сумму приблизительно до 40 тысяч тенге по текущему курсу, за каждого ребенка. Единовременные выплаты по рождению ребенка я озвучивал минимум 400 евро, это порядка 170 тысяч тенге единовременные мы говорим о том, что ваши дети должны ходить понятно бесплатно среднюю школу и гарантированно чтобы государство обеспечило питание как минимум первых тире четвертых классов это материнский капитал затем мы говорим что средне специальное и высшее образование государственных учреждений должно быть бесплатным затем студенты должны быть обеспечены гарантированной стипендии в размере 50 тысяч тенге независимо от того где они учатся в государственных учреждениях в частных это государственные стипендии и также каждый студент должен получать ежемесячно 100 долларов эквивалент тенге для того чтобы объединившись со своими друзьями они могли снять квартиру а не мучиться ждать очереди в общежитиях это бесконечно будет достаточно каждому студенту выделить по 100 долларов и все вот собственно это часть программы далее мы говорим государственные медицинские услуги должны быть бесплатны если вкупе вы посмотрите что материнский капитал именно при такой конструкции позволяет родителям быть уверенными потому что он рождается получает пособие мы сейчас на первом этапе сделаем до 7 лет а в реальности до 18 лет как во всем мире получает нормальное бесплатное среднее образование высшее высшее образование или среднеспециальное образование имеет стипендию имеет доплату за аренду жилья вот собственно то что позволяет женщине себя чувствовать уверенно уверенно за свое будущее и такая женщина может завтра действительно выходить на работу участвовать активно политической жизни страны потому что государство не заставляет ее унижаться ее ее мужа доказывать что они нищие и государство обязаны помогать нет этого ничего не нужно это обязательство государства у которого есть все возможности и есть ресурсы поэтому уважаемые друзья мы 22 февраля объявили митинг за достойную жизнь плакаты местоположения по всем регионам озвучены я знаю что отдельные социальные группы выходят с разными протестами вот автомобилисты выходят своим требованиями вот они были в январе 31 января другие дни планируются матери тоже отдельно выходят мы мы знаем что комитет национальной безопасности всяких тетушек подставляет формирует так называемые оппозиционные партии искусственные типа ДПК есть какие-то ставленники агенты они сейчас будут вливаться в эти процессы как бы возглавлять имитировать протестное настроение но они будут пытаться их дробить на мелкие ручьи ручейки ничего в этом страшного нет мы призываем поддерживать все такого рода протестные действия обществу надо учиться тренироваться надо учиться выходить на митинги надо учиться требовать от правительства защищать свои права и в какой-то момент если мы все начнем поддерживать такие действия нас будет много собственно много когда десятки тысяч выходят европейских странах мы тоже должны этого добиться и тогда действующая власть шаг за шагом будет уступать в прошлом году ввели айсп затем списали по 300 тысяч тенге кредиты как утверждает правительство полмиллиона человек в эту программу попало но это все происходит в результате ваших активных действий озвучивания этих программ и они не являются чем-то фантастическим мы взяли планку вообще низкую на уровне балтийских стран которые вместе с нами Литва Латвия Эстония вышли из Советского Союза которые не имеют нефти газа ничего такого серьезного чем обладает наша страна то есть планка очень низкая я слышал и читаю комментарии что это фантастика трудно поверить сказки и так далее уважаемые друзья зайдите в интернет и прочитайте посмотрите как обстоит дело в Латвии Литве Эстонии и вы поймете что тот объем предложения которое озвучивает демократический выбор Казахстана он даже ниже чем существующая планка в этих странах то есть так это правительство ничтожно выплачивало разные пособия придавило свое население что наш народ даже когда мы чуть-чуть что называется приподнимаем планку говорит что это что-то какая-то фантастика это нереально это абсолютная реальность это реальность делают люди своими активными действиями и поэтому когда вот эти ручейки существующие разные протесты вдруг будут залезать разные так называемые искусственные партии типа ДПК ничего страшного завтра когда протест объединится станет большим эта пена уйдет в сторону и к власти стране придут реальные люди которые представляют интересы граждан когда завтра будет построена парламентская республика когда будет реальная конкуренция между партиями когда люди будут иметь возможность выбора когда люди будут избирать именно своих депутатов вы увидите что произойдет в парламенте сейчас как в парламенте так на уровне акиматов действующая власть говорит что приблизительно около 12% всего лишь женщин участвует в политической жизни страны на разных высоких должностях это в первую очередь связано с тем что это диктатор система не пропускает любых активных граждан в том числе и женщин когда политическая система изменится вы увидите что настрее политической жизни появится большое количество активных сильных талантливых женщин которые сейчас защищают свои права выходят на митинг защищают свои семьи они стоят в пикетах они активно борются их сажают в тюрьмы вот как недавно группу женщин посадили с грудными детьми в тюрьму и они завтра будут в парламенте они будут представлять наш народ это будет завтра а сегодня нам нужно объединяться выходить на митинги ничего не бояться действовать и вы увидите как все будет меняться я знаю что звучат комментарии что вот митинги не помогли митинги помогли помогает более того это это очень сильный рецепт чтобы ситуация изменилась быстро что нужно до этого для этого чтобы нужно чтобы на этих митингах выходили десятки тысяч людей тогда результат будет немедленный просто будет результат немедленный конечно когда на митинг выходит 500 человек или 1000 человек правительство только пошагово что называется отдает свои привилегии и те возможности которые есть у государства но когда на улице будет выходить десятки тысяч вы увидите ситуация поменяется мгновенно я до проведения митинга 22 февраля буду регулярно выступать рассказывать о возможностях нашей страны нашей страны я буду говорить какие требования нам нужно выдвигать буду объяснять сегодня я хочу сказать следующее уважаемые матери будьте активными и обращаясь к обществу чтобы наше общество поддержало матерей поддерживал любые протесты настроения потому что только в результате активных действий митингов мы можем добиться перемен 22 февраля в 14.00 по всей стране мы объявляем масштабный митинг за достойную жизнь Алга Казахстан до сих пор 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 Accessиф